Больной для иранцев вопрос, когда речь идет о ирано-европейских взаимоотношениях. Ведь на что сетуют иранцы? На то, что Европа, к сожалению, и это подчеркивается иранской прессой неоднократно, к сожалению, проводит не самостоятельную внешнюю политику и находится под прямым давлением американцев. То есть, если раньше Европа воспринималась как, во всяком случае, была видимость, что европейцы имеют абсолютно независимую внешнюю политику и не поддаются какому-либо влиянию ни России, ни Америке, ни кого-либо еще, то сегодня мы наблюдаем картину, когда, к сожалению, европейцы находятся под давлением американцев и даже вот в этом отношении европейцы не могут принять самостоятельные решения, когда речь заходит об Иране, том же самом. И поэтому иранцам очень сложно кооперировать с европейцами. Ведь я вот всякий раз отсылаюсь к иранской прессе, потому что она очень часто упоминает про эти тонкие нюансы и всякий раз критикует Брюссель, Париж, на которых, кстати говоря, очень часто уповают в Иране. На Берлин, кстати говоря, были признательны европейцам за то, что они все-таки решили остаться в ядерной сделке, невзирая на то, что Трамп из нее демонстративно вышел. Но дальше этого ничего не зашло. Александр Ильянович, вот буквально в двух словах, чтобы вы могли сказать о такой некой конкуренции между Германией и Францией за влияние на Иран с точки зрения того, чтобы... Ну вообще очень часто говорят, что именно Франция является связывающим звеном между Ираном и Западом. Да, ну потому что как бы и американского посольства в Иране нет, как известно. Да, вот Франция, она вот тянет одеяло на себя и считается, что вот именно как раз-таки французы являются таким... Французы являются ведущей силой для налаживания контактов между Тегераном и Вашингтоном. Но вот в последнее время говорят, что и Германия в этом плане как-то не отстает, и Германия хочет быть именно этим самым звеном. Есть ли такая, на самом деле, такая точка зрения имеет место быть, или это просто предположение не более того? Ну, я думаю, скорее, по историческим соображениям, все-таки Великая Британия была та страна, которая имела самые лучшие знания и понимание, что происходит в Иране, и, может, традиционные связи, и также тоже традиционное влияние на Иран внутри Европы. Но Англия, как говорится, вышла сейчас из игры. У Франции более геополитическое видение мира, но она единственная. Прямо одна единственная страна в Европе, которая старается какую-то геополитическую точку зрения, какие-то стратегические интересы европейцев постоянно дефинировать, и они говорят. Другие отмахиваются и слышать не хотят. Почему? Потому что немцы, и это надо четко понимать, это в Иране не понимают, Германия до 99% ведет политику на цельно-либеральной ценности. Я понимаю, как это трудно все объяснить. Кстати, тоже в отношении китайцев, в отношении россиян, с которыми я тоже разговариваю на эту тему, они отмахиваются, они не понимают это, что такие ценности у нас, какие на самом деле ценности, какие разные ценности между европейцами, и восточными европейцами, и россиянами. Почему они играют такую роль? А надо понимать, что в отличие от Франции, для Германии действительно Европа – это держава, которая нигде не будет воевать военными путями, только вместе с Америкой, потому что на это не способна. Но на что Европа способна, с точки зрения немцев, это быть моральным лидером мира, и поучать, менять, в том числе и режимы в других странах, не военным путем, как это делают американцы, а вот через моральное давление. Посмотрите на все программы Европейского Союза, в котором замешаны немцы, в том числе и отношения Ирана. Что для Германии важно? Не геополитическая роль, которую играет Иран. Это не самое главное. Самое главное для Германии, и Германия, надеюсь, говорит за всю Европу, чтобы Иран двигался в сторону демократии и либеральных ценностей. Вот когда видны тенденции, что Иран где-то начинает открываться и где-то демократизируется опять, и власть этих консерваторов или революционных ГАРД начинает ослабевать где-то, когда так это кажется европейцам, тогда в Германии и в Европе очень довольны этим и считают, что нельзя ни в коем случае как-то силы сейчас все это испортить, надо привлекать через то, чтобы убрать санкции в отношении Ирана, чтобы привлечь иранское общество, гражданское общество, которое там с точки зрения Германии создается, прочь от консервативных сил, прочь от традиционалистов в сторону именно либеральных ценностей. Вот этой политикой немецкая дипломатия занимается последние 20-30 лет. В чем она согласна, не согласна с французами? Я думаю, у французов просто ресурсы не те, какие у Германии. И поэтому Франция много говорит, но в конечном итоге в этих вопросах тоже соглашается с немцами. Если бы действительно Европейский Союз хотел бы заполучить серьезное влияние на Ближнем Востоке, он должен был бы действовать по-другому. Например, как мне кажется, стать наблюдателем в Шанхайской организации по сотрудничеству. Куда-то Иран как наблюдатель тоже входит. И таким образом можно было обо многом договориться, много посмотреть. Кстати, в рамках Шанхайской организации по сотрудничеству, даже в рамках, я бы сказал, сотрудничества Европейского Союза с Евразийским экономическим союзом, можно было наладить сотрудничество между Западом и Востоком по борьбе с международным терроризмом. Здесь об этом мы вообще еще не говорили, но Иран является с точки зрения американцев экспортером именно международного терроризма. Иран от этого полностью отказывается и в Германии не видит, кстати, и в России не видят Ирана как главного экспортера этого терроризма. Других стран обвиняют, в этом в том числе и Саудовскую Аравию, кстати. Но Америка обвиняет Иран, и от этого никуда не уйдешь, если Америка это требует, стукает кулаком по стволу, это говорит. Но, опять-таки, если не решать такие вопросы войной, а с Ираном воевать, как в Афганистане, с Талибаном, просто невозможно, тогда придется договариваться или где-то искать сотрудничество, хотя оно и сложно. И вот я предлагаю через ШОС и через евразийское экономическое сотрудничество можно будет с Ираном прекрасно работать, европейцам прекрасно. И договариваться, и нажимать, если это самое нужно, и во всяком случае мониторить ситуацию. Но, опять-таки, не хотят европейцы с Россией и с китайцем сотрудничать, потому что считают, что это идет против интересов американцев. А с американцами на эти темы ссориться, но европейцы не способны. Говоря об израильском факторе в ирано-европейских отношениях, является ли он препятствием для того, чтобы иранцы с европейцами свою кооперацию наладили? Или Израиль как-то стоит в сторонке, и его это мало волнует, хотя это, конечно, маловероятно. Нет, это действительно большое препятствие, но это даже здесь не обсуждается. Понимаете, в Иране была одна фаза, когда руководителем Ираном являлся Ахмад Динеджад. И достаточно такой, может быть, простодумающий политик говорил, что, не знаю, ему в голову придет. Он говорил опасные вещи, понимаете, по поводу Израиля. Это никто же не забыл. И во всяком случае его не поправляли, и до сих пор как-то вот, может быть, эти идеи, что Иран должен уничтожить Израиль, что у Израиля нет права на существование, они же слышны со стороны Ирана. Не знаю, почему Иран такую политику ведет, он же должен понимать, что, во-первых, как крупная культурная нация на Ближнем Востоке, что Израиль тоже крупная нация на том же Ближнем Востоке. Это же не просто какое-то государство, никого о чем обидеть, типа Афганистан, через которое, можно, всегда другие державы проходили, руководили им, ссорили, воевали. Ирана нет. Поэтому, мне кажется, это как-то, если бы Иран сам начал бы исправлять отношения с Израилем, хотя, понимаешь, это сегодня невозможно по ряду причин, потому что тут региональное противоречие идет, то ситуация бы для европейцев стала бы легче, потому что европейцы, но в первую очередь немцы, ну, по моральным, по своим историческим соображениям, по историческому прошлому, из-за той вины, которую Германия действительно имеет в отношении евреев и израильтян во время Второй мировой войны, в 30-е годы прошлого века, просто не может изолироваться или быть в стороне, когда речь идет о возможном где-то уничтожении или непризнании Израиля. Ну, это просто азбука дипломатии на Ближнем Востоке, что с этим считаться нужно.